Дорогие любители божественных писаний, здравствуйте! Тотчас по крещению Иоанновым Иисус был введен духом в пустыню, где провел 40 дней, ничего не евший и ничего не пивший, то есть находясь в полном посте и воздержании, и был в конце искушаем от дьявола. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Здесь я бы отослал ваше внимание к известнейшему роману Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазова, а точнее к роману в романе, к легенде о великом инквизиторе, где великий инквизитор в Севилье, помню, где там в 15 веке, примерно в 16, якобы Христос пришел на землю второй раз, он заключает под стражу и беседует с ним в темнице, обещая на завтра сжечь его, значит, именем его же, сжечь его под одобрительные крики толпы, «Ибо нам дана власть от имени твоего», говорит он, «и ты пришел нам мешать». Что важно, значит, в этом толковании Достоевского? Важно то, что он говорит, если бы все мудрецы мира собрались вместе и попытались бы придумать, кратко, емко, точно выразить в нескольких словах всю мудрость мира сего, они бы не смогли так емко и кратко выразить все, чем обладает дьявол, все, чем он искушает человека, как это дано в Евангелии. Действительно, в этих трех вопросах были три искусных фехтовальных выпада, которые прокалывают насквозь любого человека, если честно. И Христос впервые искусными защитными действиями отвел все три выпада против него, нанесенные со стороны Лукавого. Первое – это Лукавый предложил ему камни сделать хлебами. Вопрос хлеба насущного накорми, а потом, так сказать, требуй. Так говорили все социалисты. Значит, давайте накормим весь мир и сделаем мир хлебной фабрикой, чтобы не было никого голодного. То есть такое накорми людей, сделай что-нибудь так, чтобы никто не голодал. Сделай камни хлебами. Христос отвечает словами из книги Второзакония, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. Доказанная история – это правда Христова. Что когда люди думают только о хлебе и тому, что хлебу, и забывают про Слово Божие, человечество превращается в зверинец. Потом Лукавый берет его на свиво, святой город поставляет на крыле храма и предлагает ему совершить чудо, ибо написано – на руках подхватят тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. В данном случае Лукавый цитирует Псалом 90-й, Псалом «Живые в помощи Вышнего», который верующие обыкновенно читают, чтобы от Лукавого же и защититься. Это означает, что Лукавый умеет цитировать Писание. Он умеет вовремя подобрать нужную цитату, чтобы сбить с толку верующего человека. Христос говорит ему, написано так же – «Не искушай Господа Бога твоего». И эти слова тоже взяты Иисусом Христом из книги Второзакония. Не искушай Господа Бога твоего. То есть не нарывайся, не лезь туда, где будет опасность, «Не вынуждай Бога творить чудеса, не вынуждай Бога посылать ангелов на спасение твое». Не лезь туда, одним словом, где тебе угрожает неминуемая опасность, и ты ждешь, что вот сейчас, понимаешь, небеса будут тебя усиленно спасать. Наконец, третий – это Лукавый покажет Христу Всецарствие мира в мгновение ока. То есть все, что ока видит, и зуб не имет. Это такая была рекламная акция, которая в микродозах волнует сердца человечества до сегодняшнего дня. Что такое общество потребления? Это третье искушение сатаны. Попробуй, покушай, понюхай, попшикайся, одень, полежи, покупайся, поедь, посмотри, сфотографируйся, приобрети, попользуйся. Это мелочь, конечно, все, но мы сами там мелкие, нас крупными вещами искушать не надо, потому что мы на мелочах попалимся. А Христу нужно было показать все в секунду. И вот дьявол показывает ему всю роскошь. Это, условно говоря, все золото Навуходоносора, все картины Версаля, все сады Семирамиды, всю роскошь Египта, Вавилона, Рима и будущих империй. Все в секунду говорит, все тебе дам, все тебе дам, только поклонись мне. До сегодняшнего дня все грехи, которые мы совершаем, совершаются нами из-за плоти. То есть хлеб – это, в общем-то, синоним плоти. Плоть, власть и чудо. Либо хочешь чудес, либо хочешь власти, либо плотью побежден. Вот в этих трех вещах мир, плоть и дьявол воюют с человеком. Поэтому вера, надежда и любовь стоят тройственным союзом против тройных искушений. И тридневно воскресший из мертвых Господь Иисус Христос учит нас поклоняться Отцу и Сыну Иисусу Духу и не поддаваться на три искушения. Хотя мы и поддаемся, но у нас есть оружие. Мы уже не безоружны. И Христос, Его имя, Его благословение, Его благодать и покаяние, и вера дают нам возможность, даже и упавши, подняться и жить дальше. Читайте Писание, друзья мои, и да будет оно светильником для вас, горящим в темном месте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok